Спасибо, Ирина, за Ваше приглашение выступить перед Вами. Спасибо всем, кто слушает меня во имя Бога, Иисуса Христа и Святого Духа. Я хочу начать с того, что хочу попросить извинения перед переводчиками, потому что я им ничего не рассказал, о чем я буду рассказывать сегодня. И я хочу попросить прощения, и также я хочу поблагодарить их за их работу за эти два дня. Во-вторых, я хочу также попросить прощения перед всеми Вами, потому что во время этой конференции мы слышали различные презентации от теологов, психологов, педагогов, других работников. И мы также заслушали драматурга, учителей, кинематографистов. Я не могу с ними просто состязаться в этом плане. Я просто священник из прихода, и работа, которой я занимаюсь долгие годы, в основном я стал ее выполнять случайно. Митрополит Каллистер, который был любим многими из нас, когда я приехал к нему в гости за неделю до того, как я принял сан, он дал мне два совета. Обычно будущие священники спрашивают согласие и благословение своих учителей. Во-первых, он мне сказал, не думайте о себе больше, чем о бандитчанине, как Вы и есть. И второе, будучи священником, не ищите работу для себя. Бог даст Вам столько работы, сколько нужно, и поэтому выполните ее так, как Вы можете, на самом лучшем образом. И таким образом я и поступаю. Также хочу попросить прощения, что в течение этой презентации Вы многого, наверное, нового не услышите, но по своей натуре я собираю идеи других людей и их мнения, и поэтому это может помочь мне в работе. И также наш отец Калисто говорил о том, что любой священник будет делать различные жесты во время начала церемонии, а потом вот такой жест, а потом начнет говорить. И однажды один из людей в зале спросил, почему Вы начинаете вот свою службу такими жестами. А он ответил, ну, знаете, мой материал не является оригинальными, а я показываю просто специальные кавычки. И таким образом, да, я буду использовать теперь идеи других людей. И Вы попросили меня рассказать о том, как мы воспитываем детей в православной семье, и рассказать о нашей жизни в нашем приходе. И для того, чтобы начать, я хочу сказать, что важно рассказывать истории, потому что люди, как говорит Стивен Шумейкер, один из американских баптистов, является хомонаратус. То есть мы существуем благодаря тому, что мы рассказываем истории. И каждый из нас и группы людей рассказывают свои истории, они используют их в своем нарративе. И когда я учился стать священником под руководством митрополита, то каждые две недели я приходил к нему, чтобы послушать его истории. И иногда митрополит Антоний рассказывал что-то, может быть, неправдоподобное, и он менял факты. И однажды было очень сложно, потому что, когда Вы вот слушали эти истории, то Вы смотрите на себя и говорите. И он говорит, остань меня, если будет скучно. Нет, владыка, все хорошо. Но однажды я набрался смелости и сказал, «Ну вот, отец Антоний, Вы рассказывали эту историю ранее, но в тот раз был совсем другой сюжет, совсем другие главные герои». А он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Ну вот, а я забыл». И, конечно, мы являемся существами истории, различных историй. И как психолог Эрик Канделл говорит, каждый раз, когда мы проживаем историю, она перевоплощается в контексте перспектив, которые мы помним, и мы являемся частью живой истории. И в наших семьях наша история и наши живые истории важны для нас. История, которую мы пытаемся прожить, будучи православными, это история Евангелия. И здесь я хотел услышать, как Лина рассказывала о воображении, как часто нам говорили, как православным, что воображение – это что-то опасное, что нам пытаться, не нужно пытаться его использовать, нам не нужно его развивать. И, конечно, в то же самое время, если вы покажетесь на литургированной структуре нашего бога, склонения, то вы услышите различные призывы к тому, чтобы использовать свое воображение. Если посмотреть на ваши перри в церкви, как говорится сейчас, начало вашего спасения, братья и сестры, давайте пытаться выйти в более, стать выше. мы хотим стать историей Евангелия. И в словах, и по словам святого православной церкви в Европе 20 века, которого теперь уже забыли о нем, это архимадит Денис Шамбо, наверное, не слышали о нем, но он был святым. этот отец Денис говорил следующее, когда он закрыл глаза и пошел в другую жизнь, он сказал следующее, Евангелие имеет самую важную роль. Это единственное, что имеет значение. Если мы посмотрим на то, как живет православная семья, то нужно начать с того, чтобы прожить Евангелие. И скажите, когда мне закончить свое выступление, потому что у меня гибкие презентации. Потому что, да, нам нужно пойти домой, поужинать. Мы можем давайте до 20 минут седьмого я буду говорить хорошо. И если люди являются гомо-наратусами, то можно провести параллель с тем, что мы являемся гомо-юкаристикус. в западной литургической литургиста Тома Грегори говорил о том, что он называл нас евкаристическим человеком. И вангликанский теолог, архиепископ Вильям, которому нравится православная церковь, говорил следующее. Мы, как люди, должны стать человеческими существами, которые понимают, что происходит сейчас, будучи вместе за столом с Христом. И я помню очень такую живую презентацию нашего отца Бера, который говорил о Христе и о двух учениках, с кем он встречался. Это живая встреча, которая совмещает и слушание истории, и объяснение, которое оживало и реализовывалось в жизни Христа за столом последней вечери, за которой пригласили его ученики. Останься с нами, потому что уже вечер. И отец Джон говорит, что в тот момент, когда глаза учеников открыты, Христос исчезает. Не потому, что он их оставил, потому что в тот евхаристический момент они стали частью тела Христового и частью Церкви. Один из моих людей из прихода сказал, когда мы пили кофе после литургии, спросил меня, когда первую литургию вообще провели после воскрешения. воскрешения. она произошла, произошла, и мы должны посмотреть на это евхаристическое таинство в течение нашей жизни. Давайте расскажу о своем приходе, о своей семье. Когда мне было 18 лет, и я приехал в Оксфорд начать учиться, то я никогда не мог представить себя отцом пяти детей и священником. Я присонился к Православной Церкви, когда я был подростком, я был ужасным подростком, и я открыл для себя православие в младенческом возрасте. Мои родители позволили мне присоединиться к Церкви шестнадцать лет. И мой путь к Православию был связан с моим знакомством с монахом, отцом, таким, который мне помог в моем становлении. И когда я приехал в Оксфорд учиться, то я понял, что это будет на короткий срок, потому что я закончу свою учебу, вернусь к отцу и стану священником или монахом. И в английском языке есть такая поговорка, что человек определяет или думает, а Бог определяет. И когда я приехал в Оксфорд, девочку, которую я первую встретил, женился на ней. И я не стал монахом. И моя мама иногда мне говорит, что когда я был ребенком, то я всегда говорил, что я ненавижу детей, и как вообще можно заводить детей в своей жизни. Я не мог этого понять. А теперь у меня пять взрослых детей, и да, мы разговариваем каждый день, мы любим друг друга, и мы также похожи и различаемся друг от друга. Конечно, то же самое можно сказать и о моем приходе, потому что я являюсь священником одного из пяти православных приходов в Оксфорде. Мы работаем в четырех разных местах. Когда я был студентом, было всего две, два с с половиной прихода в полутора местах. То есть православное сообщество у нас растет. Мой приход присоединит к московскому патриархату, но, конечно, он не является русскоговорящим приходом, является международным и следует принципам, как митрополит Анатолий Сурожский говорил, что это общее православие, ортодоксия, которая является верной своим традициям, но открыто, творчески подходит ко всему и также имеет миссионерскую деятельность и пытается рассказать соборности, то есть это объединение в различиях. Собственно, если посмотреть на вопрос семей, то нужно рассматривать здесь параллели между структурой семьи, структурой прихода и уже даже каких-то монастырских сообществ, потому что здесь между ними семья есть нечто общее. то есть человек всегда искал какие-то связи, а не разделения. То есть Святой Дух призывает нас к единству, а не к разделению. И перед распятием Бог сказал, что мы все можем быть неправой. В жизни прихода в семье в жизни всех христиан давайте будем использовать в качестве модели Святую Троицу. Святая Троица самая первая была презентация вчера. Это модель связи и единства. Это единство в разнообразии, творчество, креативность, общая свобода и общее послушание. Мы можем подумать, что в поиске моделей для семьи или для какого-то сообщества Николая Фёдоровича. В 19 веке Николая Фёдоровича наша социальная модель была Святая Троица. Давайте рассмотрим эти принципы по очереди отдельно. Сегодня, если смотреть на такие традиционные руководства по воспитанию детей православной семьи, это послушание. И сколько этих положений написано монахами, которые вообще не имеют опыта воспитания детей. Извините. И кроме того, у них зачастую бывают очень часто такие плохие воспоминания о своём детстве. И поэтому неудивительно, может быть, что если посмотреть на все инструкции, как воспитывать детей, то мы в первую очередь видим понятие послушание, порядок и иерархия. И естественно, мы не можем избежать этих понятий, если мы говорим в целом о церкви. Но мы можем задаться вопросом, какого типа послушания, какой порядок и иерархия существует церкви. Всё это должно быть правильно и в нужном порядке. И по причине какой-то это очень важно в православной церкви. Вы знаете, знаете, что в некоторых случаях злоупотребляют вот этим порядком. Вы знаете, что в некоторых приходах вместо Евангелия на смену пришел устав данного прихода. Давайте вспомним то, что послушание во всех языках, которые мы используем, в нашей традиционной практике церковной имеют непосредственную связь со словом слушание, послушание, слушание. это слово «ипакой» звучит по-гречески, и во всех этих языках это слово имеет отношение к тому, что мы слышим, слушаем. И если мы говорим о семье, то это очень важно именно слушать. и думаю, что в течение первых 10-15 лет, когда я служил, начал служить, я думал, что у меня есть что-то, что я могу всем сказать. и естественно, это время, то есть вот 10-15 лет, то есть после 10-15 лет я понял нечто другое, что именно это было связано с тем, что у меня подросли свои дети. Сученик Христос сказал, что нужно было ему что-то сказать полезное своим прихожанам. И он сказал, что однажды в субботу после судьбы старый прихожанин, очень уязвимый, подошел, чтобы исповедоваться. И этот молодой священник, который исповедовал его, стал ему что-то говорить. Молодой человек, в общем-то, священник был молодой, и этот прихожанин, пожилой, сказал этому отцу Калиста, помолчите, молодой человек, вы здесь для того, чтобы слушать. Вы знаете, из Писания, что ребенок стоит и обращается к Нему Богу и спрашивает, что ты хочешь. и человек сказал, сейчас услышал, говори, говори, Боже, говори, слуги твои слушают. это, я полагаю, очень важное понимание послушания, и не только послушания в отношении с нашим Богом, а и в семье. То есть, семья, семья, послушание, это значит слушать друг друга, разговаривать за друга, усиливать отношения друг с другом. Самым пугающим примером является такой пример, который я получил во время работы. И то есть, семья, это где не разговаривают члены семьи между собой, то есть, где отсутствуют как бы такие душевные разговоры, а существуют только инструкции и приказы. И это относится и к приходу, и к другим сообществам. Иерархия может быть в каких-то частях православного мира идея иерархии может быть связана со средневековой феодальной моделью, то есть, это власть и управление и слепое повиновение, такое милитаристическая иерархия. Давайте вспомним, что Архимандрит Сафони сказал об иерархии, что часто повторяли люди. мы можем это назвать перевернутой пирамидой. Да, церковь это иерархия, она иерархичная, мы не можем избежать этого, но в иерархии, в церковной иерархии, это иерархия, она как перевернутая пирамида. И власть и сила, они вне вне находятся. И в контексте церкви и в отношении работы с функционированием церкви, он сказал, что в центре треугольника вот этого перевернутого пирамида это крест. И такую иерархию мы можем применять и в жизни нашей церкви, в семье и в жизни нашего сообщества. В общем, если мы говорим о тяготах каждого, мы можем говорить семье о сочувствии и в этом плане замечательная история Лины о сочувствии, когда этот человек может переживать, то есть чувство это у него может возникнуть через какую-то литературу и так далее. И церковь ведет нас к тому, чтобы усилить чувства или силу возникновения сочувствия. И исаак сказал, Тарик однажды спросил, что такое сочувствие в сердце, и ему ответил, это сердце в пламени для всего созданного, для человечества, для птиц, для животных, для демонов и для всего существующего. Вы, наверное, знаете эту стату. Собственно, сочувствие это не то, что естественно приходят наши человеческие условия. Природа может в этом плане воспитания играет большую роль, чем природа. То есть это влияет на нашу человечность. И благодаря воспитанию мы можем научиться сочувствию. А сейчас бы я хотел обратиться к семье. Я ранее сказал, «Святая литургия» это какая-то близкая история и пища. в нашей семье мы знаем очень хорошо значение истории и пищи. Вы знаете, те, кто растил детей, вы знаете, насколько важное место занимают в повседневном режиме чтение историй перед сном и общее принятие пищи. И, конечно же, мы с православной перспективы смотрим на причастие как нечто священное, но священное имеет какие-то усложнения для остальной нашей повседневной жизни. То есть, в конце концов, нам дают какие-то инструкции. Давайте будем двигаться вперед в мире. И те, кто приходят в церковь, чтобы избежать от мира, они не понимают нашу моментальную ситуацию в этой жизни. Причастие в плане святой литургии – это нечто, что объединяет не только нас с Богом, но и нас между собой, друг с другом. Может быть, очень важно, что в мире евхаристической молитвы бывает так, что священник передает благодать Верховной Своей на нас простых смертных. И наше евхаристическое причастие – это то, что имеет вот эту вертикальную горизонтальную ось. Она пересекается. И в этом плане у нас идет пересечение со крестом. И в нашей семье мы все делаем каждый день. Я думаю, слова, которые не относятся к этим православным, а к протестантам Осборн. спасения. армия спасения. Я знаю, что многие из вас не знают ее. Она совершенно не относится к каким священным делам. И там тоже говорится, что моя жизнь может быть это моя кровь это вино и моя жизнь тоже моя жизнь разделена с другими. И в нашей евхаристике тоже наша семья и наша жизнь тоже как бы должна выходить за пределы общаться с другими. Иногда мы будучи семьей мы боимся мира. Мы боимся, что наши дети что-то вычут и научатся чему-то не тому, что надо. Мы говорим и думаем об опасностях интернета, социальных сетей. Иногда боимся за вообще существование детей наших. и мы немного думаем о всех творческих возможностях, которые наши дети открывают в мире. Сегодня мы много слышали об этом. Мы говорили о том, что Бог да, видит, что это хорошо. Если мы хотим бороться с токсичным миром, давайте в первую очередь научимся или узнаем дезинфицировать нашу токсичность, токсикономию, потому что все это идет изнутри, не снаружи. Давайте в словах апостола Павла сказал, давайте будем держаться за то, что хорошо, крепко держаться и будем удерживаться от всего злого. Это не супернаука, это все очень просто. Кроме того, очень много из других вещей, которыми я хотел бы с вами поделиться, но мне кажется, что уже времени нет. И поэтому я завершу, вспомнив слова отца Александра Шлемена, который обращался к прихожанам. Он сказал, правильная церковь не правильные люди. И в семейных отношениях и у нас в приходе то же самое. То есть мы занимаемся, мы должны учиться, чтобы воспитать не правильных, а правильных людей. Мы много знаем об образовании, обучении, о разных формах, формировании и так далее. но я бы хотел оставить вас с такой мыслью о происхождении, о семантике, нет, этимологии, слово образование, эдукары. Это выводить, то есть у нас в семье, у нас замечательная возможность помогать друг другу, вытащить что полезное, хорошее из наших детей. То есть отвернуться от зла и искать мира и счастья. Желаю вам хороших отношений в ваших семьях, в приходах, чтобы у вас была возможность говорить и слушать и стать частью истории о внутреннем спасении. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо вам. Я думаю, что у нас есть немного времени для вопросов. или комментариев перед тем, как мы прервемся. Спасибо, отец Стивен, за то, что вы напомнили нам о общении друг с другом в мастыре или в приходе. также я хотела бы выразить свое неудовольствие такой романтизацией тишины со временем. и я думаю, что культура, что все сидят в телефонах за семейным столом, что так сказать, повисает тишина, это может привести к наказанию своих любимых и может привести к тому, что семьи могут разорваться. Мы в церквях тоже пытаемся не говорить так много, может быть, в течение дня, даже если вы живете в одной квартире, в одном доме, то есть у вас есть время на ответ, это хорошо, но если вы не отвечаете в реальном времени и теряете возможность к общению, то это просто считаете какую-то икону, и это именно случается в нашем времени, и это ведет нас в тупик, соборность, которая должна поддерживаться для того, чтобы найти эту соборность, найти общий язык, найти объединение в Христе. Мне хотелось сказать спасибо за то, что вы напомнили нам об этом. Спасибо, сестра, я думаю, что говорение и тишина влияют друг на друга. Если мы иногда не можем помолчать между словами, то слова не имеют никакого значения. Но если мы просто, например, молчим, такое гробовое молчание, то нету смысла в этом тоже. И поэтому это ведет хорошей модели равновесия в Евангелии от Иоанна и Лука, когда говорят о образе Богородицы. В Евангелии от Луки говорят, что все находится в нашем сердце, Богородица молчит, и в Евангелии в основном Богородица описывается как тихой. Женщина, когда начинает говорить, то она говорит так, что все ее слушают и не забывает о смелости. Она говорит с Христом о том, как именно еврейская мама может говорить со своим сыном. И она также говорит с людьми, делайте все, что он говорит вам. И потом, когда он говорит, она молчит, когда евангелисты играют между собой, и иногда тишина играет очень важную роль. И таким образом стоит обращать на это внимание. Многие во время ковида, когда у нас была возможность побыть в тишине, может быть, которой мы не желали, имели возможность подумать, также покаяться и посмотреть на свою жизнь. И я надеюсь, что вы посмотрели, что происходило в вашей жизни. Иногда мне стыдно смотреть, что происходит в моей жизни, если посмотреть на то, что происходило в прошлом. Но я хочу сказать, что несмотря на ошибки, которые я совершил в своей жизни, самый большой стыд это когда я молчал, нужно было говорить, или когда я говорил, нужно было молчать. они соотносятся между собой. Спасибо. , что с